Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про операционную систему Linux, а конкретно про то, как там поставить другую среду рабочего стола. Что такое среда рабочего стола? Сейчас вы, я думаю, поймете, что это такое, потому что я сейчас установлю вместо одной среды еще одну рядышком. По факту это тот же самый рабочий стол, но с другим набором приложений, с другими настроечками, немножко с другим оформлением. На операционной системе Windows, к примеру, поставить что-то подобное просто нет такой возможности, поэтому это только есть в операционных системах на основе ядра Linux и, в принципе, открытых операционных системах. Там есть возможность собрать другой рабочий стол. Следует учесть, что Linux — это, в принципе, ядро, и к этому ядру добавляют рабочий стол, графическую оболочку, через которую мы уже взаимодействуем с операционной системой. То есть изначально Linux — это что-то вроде командной строки, и в итоге по этой причине существует огромное количество сред рабочего стола. Действительно достаточно много. Половина из них легковесные, которые очень отдаленно напоминают стандартный рабочий стол в операционной системе Windows или MacOS. По этой причине я тут буду ставить только такие нормальные среды рабочего стола, которые с полноценным графическим интерфейсом, настройками, потому что, к сожалению, разобраться в легковесных средах рабочего стола, на мой взгляд, показалось слишком уж сложновато. Да и на достаточно мощном компьютере, который у меня, это особо-то ни к чему. Вот я выбираю нужный рабочий стол, который я только что поставил. Поставил я рабочий стол в бадже. Я его выбрал. Вводим пароль. И загружается уже другой рабочий стол. В общем, данный рабочий стол мы видим, что тут у нас Linux Mint стоит, либо Green Linux, это одно и то же, в принципе, в данном случае. И как мы видим, тут минимальное такое вот меню приложений, достаточно такое вот удобное, простенькое, но стильное. Единственный минус в том, что тут очень мало вариантов использования в этом меню, в принципе, нет даже кнопки выключения, она сделана отдельно. В остальном же, мало, очень похоже именно вот это вот рабочее окружение на Windows 10 или 11. Сейчас я покажу, как оно все тут выглядит. Ну, конкретно данное рабочее окружение мне понравилось больше, чем, например, рабочее окружение Gnome. Но, опять-таки, это рабочее окружение, как и Cinnamon, с которым я все устанавливал, оно немножко отстает, так как разрабатывается уже не такое крупное, скажем так, скажем такое, ответвление от Gnome. По этой причине тут есть такое отставание по некоторым технологиям, но замечу, что большинство приложений тут будет запускаться без особых проблем. В случае, если вдруг понадобится что-то запустить, и то, что не работает именно в данной рабочей среде по какой-либо причине, например, нет поддержки Violent в данном случае, то я поставил просто рабочее окружение Gnome, где эта поддержка есть. И в случае, если мне оно потребуется, я смогу запуститься и через эту среду рабочего стола все запустить, то, что мне требуется. Но пока что есть все приложения, с которыми я работал, все работают прекрасно во всех оболочках, без особых проблем. Так, это рабочее окружение Gnome уже. Оно, на мой взгляд, самое такое современное, с одной стороны, и в то же время немножко отсталое, как будто бы сделано под планшет. Причем, все еще в каком-то недоделанном состоянии. И сейчас, я думаю, вы поймете почему. Потому что, во-первых, у меня по какой-то причине тут не работают кнопки, но это, я думаю, именно назначение комбинации клавиш. Ну, видимо, это связано просто с тем, что я поставил это поверх другой оболочки, то есть не без какой-либо глубокой настройки. Просто по умолчанию все поставилось, и, видимо, что-то не полностью установилось. Ну, в общем-то, это мелочи. Самое главное, что основные, то, что есть в этой оболочке, тут можно посмотреть и убедиться, что оно вот так вот работает. Мне данная оболочка, замечу, не нравится. Во всяком случае, на данный момент. Сколько я к ней не приглядывался, его специально даже для этого и поставил, чтобы еще раз ее попробовать на мощном ПК, где точно ничего тормозить не будет. И, в целом, да, вроде все хорошо, все вроде бы красиво, все минималистично, ничего лишнего нет. Но есть один нюанс, из-за которого мне данная оболочка не очень захотелось пользоваться. Сейчас вы поймете, почему. А именно потому, что тут очень своеобразный подход к менюшке приложений. Больше похож на меню приложений для планшета или мобильного телефона, но никак не для полноценного компьютера. Либо у вас должно быть прям минимум приложений, которыми вы работаете. Тогда, в принципе, больше этого и не надо. И, в целом-то, я тоже работаю не с большим количеством приложений, но с учетом того, что мне не работает тут нормально назначение комбинации клавиш, это немножко неудобно. Да, и, кстати, настройки тоже очень напоминают, какие тут все действительно очень похоже на подпланшетное. Можно создавать папочки. Но, к сожалению, эти папочки нельзя вынести на основную панель. И это, я думаю, основная проблема, по которой мне данное окружение не очень-то нравится. Понятное дело, оно очень напоминает macOS. Да, понятное дело, что у меня тут не самая новая версия GNOME, к сожалению. Но теперь рабочая среда MATE. Эта рабочая среда мне нравится в меньшей степени, чем все остальные, но она достаточно интересная, потому что она считается более такой легковесной и при этом тоже является немножко подустаревшей, к сожалению. Тоже не все фишки сюда новые вносят. Но она больше такая вот именно классическая среда. В целом мне она тоже понравилась, но по какой-то причине она тут очень криво как-то встала. По этой причине я потом позже удалил. Чтобы просто не занимало в меню место. Там и так у меня куча всего стоит. И по какой-то причине у меня там даже дублируются одни и те же среды рабочего стола, потому что я сначала ставил просто простой команды, потом поставил как Ubuntu дополнение. Так, теперь рабочая среда LXQ. Она мне понравилась. Меньше, чем все остальные, но у нее есть главный плюс, что это легковесная рабочая среда. Это значит, что она будет работать на достаточно слабом компьютере. С меньшими задержками и в целом будет более производительная. Но замечу, что при работе уже с программами разница будет минимальна. Да, возможно будет чуть-чуть быстрее открываться программа, но производительность компьютера у вас не вырастет, к сожалению, даже при легковесной среде рабочего стола. Поэтому не следует прям выбирать легковесное, гнаться за легковесными средами на современных компьютерах. Это не всегда приносит ощутимый результат, к сожалению. И в целом-то, вот такие тоже простенькие настроечки, но в остальном рабочая среда мне показалась немножко не очень удобной. Но именно из-за меню приложений. В остальном же очень даже хорошая среда. И последняя рабочая среда – это та, что стоит тут по умолчанию в Linux Mint. И она считается самой основной рабочей средой операционной системы Linux Mint. И гриндлинукс – это рабочий стол Cinnamon. Этот рабочий стол, во-первых, он больше всего похож на операционную систему Windows 10, на рабочий стол Windows 10, потому что тут есть и меню приложений, и календарик. Все очень так вот интересно. Причем тут громкость регулируется прям мышкой, не заходя в менюшку. Такого даже, по-моему, на Windows 11 и 10 нету фишки. Ну, конечно, это мелочь. Я обычно регулирую через клавиатуру все. Тоже большое количество темы оформления. Все настраивается в графическом режиме. То есть это, на мой взгляд, самое такое оптимальное сочетание. Не хуже, чем операционная система Windows 11. По визуальному оформлению и так далее. Конечно, если говорить, то еще ближайшее рабочее окружение, которое похоже на Windows 10 и 11 – это KDE Plasma. Но я его не ставил, я с ним уже достаточно много работал, мне ставить его было неинтересно. И, в общем-то, все. На этом у меня. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.